Намасте, друзья! Сегодня я все-таки решилась наконец-то записать видео по асане, который называется пхуджа-пидасанам. Это одна из самых сложных асан в первой серии аштанга йоги и переводится она как давить на плечи. Пхуджа это плечо, пида это давить или давление, поэтому нам нужно хорошенько сжимать свои плечи, чтобы эта асана удалась. Для этой асаны, конечно, нам нужно иметь уже сильный пресс, сильные руки, контролировать свои бандхи и еще не бояться, потому что здесь во многом имеет значение наш внутренний страх. Поэтому пхуджа-пидасану я буду рассматривать поступенчато, то есть не старайтесь сразу делать там супер продвинутый вариант и просто идите шаг за шагом, тогда эта асана будет получаться лучше. Конечно, для того, чтобы освоить пхуджа-пидасану, уже в первой серии аштанга йоги вы делаете некоторые асаны, которые нам уже помогают. И одна из таких асан это маричасана Эй. Я уже, кстати, записывала урок по маричасанам, и если вас интересует, вы можете посмотреть. Хорошо? Итак, что нам нужно сделать для того, чтобы сделать пхуджа-пидасану и как она вообще выглядит? Хорошо, сейчас я вам запишу тот вариант, который делаю я. Вы встаете с собаку мордой вниз, делаете вдох и прыгаете на плечи. Перекрещиваете ноги, носочки тянете от себя, грудь вверх и вперед, и перекатываетесь вперед, уводите ноги назад. Стоите здесь пять дыханий, раз, два, три, четыре, пять. Потом поднимаетесь вверх, стоите ровно, возможно, вытягиваете свои ноги вперед, поднимаете таз, уводите ноги назад, и делаете прыжок назад в чатуранку. Делаете вдох вверх и выдох. Окей, если честно, то эта асана сложна как при входе, как при выдержании асаны, так и выход из асаны тоже сложный. Поэтому давайте рассмотрим всё по порядку. В первую очередь это прыжок на плечи. Ну, признаюсь, прыгать на плечи сразу достаточно страшно. Но что нам нужно запомнить, что нам нужно прыгнуть, ну, знаете, широко, как будто вы хотите прыгнуть в маласану, вот в это положение. Да, то есть ваши ноги должны быть достаточно широко. Для того, чтобы хорошенько прыгнуть, вам нужно отстроить своё положение в собаке мордой вниз. Посмотрите, когда вы стоите в собаке мордой вниз, вы тянетесь, толкаете ладошками таз назад, вытягиваетесь у Диана Банха, шея вытянута. Потом вы переводите свой взгляд вперёд, сгибаете ноги в коленях, и как будто вы слегка округляете свою спину. Смотрите вперёд и стараетесь прыгать не как бы сверху, а как будто хотите прыгнуть снизу. Мы сгибаем ноги, как бы пружинки. Чувствуем? И со вдохом прыжок. Окей, хорошо. То есть вы, возможно, не обязательно сразу ноги надеваете на плечи. Смотрите, да? Не обязательно приземляться где-то здесь. Возможно, вы из собаке мордой вниз делаете вдох, сгибаете ноги в коленях, смотрите вперёд и хотя бы сюда. Хорошо? Когда вы приземлились здесь, вам нужно по возможности опустить таз чуть ниже, вытянуть позвоночник и ногами наступить на свои кисти. Хорошо. Часто есть проблема, что у нас кисти не очень хорошо разработаны, да? Поэтому в этом положении вы можете даже остаться. Смотрите сбоку. Ещё раз показываю. Вы делаете вдох. Выдох. И смотря вперёд, прыгаете. Вдох. Оп. Хорошо. И сразу, немножко опуская плечи вниз, вы приподнимаете стопы и наступаете на свои ладони. Мы вытягиваем запястье. Таз у нас тяжёлый, опускается вниз, а грудь мы стараемся вытянуть вверх. Конечно, в этом положении очень сложно расправить свою грудную клетку, но мы стараемся центр грудной клетки выталкивать вверх. Хорошо. Вы можете остаться в этом положении. Если у вас получается, вы уже здесь можете перекрестить ноги, но это достаточно сложно. Что мы делаем для этого? Смотрите, ещё одна подготовительная асана. Вам нужно, когда вы находитесь здесь, приподнять таз и как бы брать себя прям за ногу и ногу надевать выше на плечо. Хорошо. Поставили. Вторую тоже. Раз. Надели. Поставили. Тогда ваши ноги будут выше на плечах. И чем выше, тем вам будет легче. Хорошо. Потом мы пробуем немножечко вес тела переводить на руки и таз, опускать вниз, грудь всё время вытягиваем вперёд и вверх. И, возможно, сначала одну ногу поднимаем, потом другую, потом обе попробуйте. Хорошо. Можно здесь остаться. И если у вас получается, вы старайтесь перекрестить ноги. Перекрещивая ноги, легче, когда ноги у вас вот так вот сжаты. Так, и вы уже можете остаться здесь. Окей. Но второй, следующий этап из нашей асаны – это опускаться вперёд. Мы стараемся опуститься вперёд, и в полной вариации асаны мы опускаем подбородок на коврик. Это, ну, достаточно страшно. Потому что нам страшно почему-то за свой нос, за то, что мы упадём туда лицом и так далее. Да? Хорошо. Сейчас я покажу ещё раз, что мы делаем, когда мы перекрещиваем ноги. Вы делаете вдох. Чтобы увести ноги назад, вам нужно вытянуть носочки от себя. Тогда ваши ноги будут легче проходить назад. И тянетесь вперёд. Вы всё время вытягиваетесь вперёд. Включайте пальцы своих рук. Угу. Можно даже не опускать подбородок. Это будет лучше работать за банками. Ваши ноги тоже могут остаться внизу. Если страшно опускать подбородок, пока опускаете лоб. Но поднимайте стопы, тогда ваши руки будут укрепляться. Посмотрите впереди, как выглядит. Когда вы прыгаете вперёд, надеваете ноги, перекрещиваете ноги. И смотрите, ваши носочки должны уходить назад. Тогда вы должны сжать свои плечи ещё лучше. Помним, да? Перевод по худжапидасаны. И тогда вы опускаетесь назад и вниз. Опускаете голову и стоите, а носочки не отпускаете. Если это вам тоже даётся тяжело. Вы можете воспользоваться, например, кирпичиком. И опускать голову вниз на кирпичик. То есть это вам поможет приподнять ноги выше и вверх. Смотрите, вдох. И выдох. Опускаем лоб. И тогда ноги поднимаются легче. Хорошо. Вы даже можете оставить ноги тоже на полу. Тогда вы просто ползёте ногами назад, назад, назад. Хорошо. Сбоку покажу, чтобы вам было видно. Или покажу снизу, сзади. Sorry, что я к вам таким образом. Но будет видно, зато. Смотрите. Так. Перекрещиваем ноги, да? И потихоньку ногами назад. Держим ноги в воздухе. Видно? Хорошо. Если это тяжело, то вы просто опускаете голову и стараетесь ногами ползти, ползти, ползти назад. Потом хотя бы один носочек отрываете, потом второй. Хорошо. Окей. Окей. Хорошо. Также вот у меня нету двух блоков. Но если вы поставите руки на повыше какую-то возвышенность, вам тоже будет легче. Давайте попробую взять какую-нибудь книгу. Так. Еще одну надо. Угу. Ну, примерно. Хорошо. Сейчас покажу вам. Когда руки стоят на возвышенности, то у вас как бы появляется пространство для ног. Так. Ставим ладошки на возвышенность. И посмотрите. Тык. Так-то и уже легче. Да? Но опускаться, тем не менее, все равно страшновато. Но здесь зато вы можете чувствовать такой баланс полегче чуть-чуть, когда ноги особенно длинные. Угу. Окей. Хорошо. И, наверное, одно из самых сложных – это вернуться назад. Вам для этого нужно продолжать сохранять сильный корс, сохранять сильные банки. И когда вы уже опустились вниз на голову, там достаточно сложно выползти. Да? Поэтому вы можете опускать ноги и потихоньку с ногами подниматься вновь в положение со скрещенными ногами просто в воздухе. Хорошо? Смотрите, ладно. Давайте сразу отсюда покажу. Угу. Перекрещиваем ноги. Опустились мы вниз. Например, вы стоите на голове. Да, и у вас вес тела уже ушел на голову, и вам достаточно уже тяжело подняться вверх. Поэтому вы с этого положения как бы отталкиваетесь от головы, отталкиваетесь от ног, поднимаетесь, поднимаете вновь ноги, находите баланс. И что вам нужно сделать? Вам нужно попробовать выпрямить ноги, но это не обязательно. Вы можете сразу ноги перевести в бакасану. И здесь возникает сложность, потому что это сделать достаточно тяжело. Поэтому не делайте сразу одновременно, а по очереди. Сначала одну ногу держим, при этом эту в воздухе прямую, потом другую ногу. И даже если ваши ноги здесь уже опустились вниз, вы можете опуститься, потом подняться вновь. Но это достаточно быстро происходит, чтобы никто не заметил. И отсюда уже. Да? Хорошо. То есть, конечно, для того, чтобы выполнить этот переход, вам уже нужна бакасана. Если у вас бакасаны нет, то ничего страшного. Вы можете остаться здесь. И опускать одну ногу, отшагнуть одной, а потом другой ногой. Ух. Хорошо. Еще раз. Вам не обязательно выпрямлять ноги. Вам не обязательно делать одновременно двумя ногами. Но ваша задача все время сохранять контроль вашего кура и ваших банках. Если ваши банки будут подтянуты, тогда вам будет легче работать со своими ногами. Окей? Хорошо. Это очень сложная асана. Поэтому не старайтесь сразу влетать в нее. Делайте очень потихоньку. Дайте себе время. Потому что только когда вы практикуете регулярно, только тогда будет все получаться. Хорошо. Спасибо вам большое за внимание. Практикуйте и выставляйте свои худжа-педасаны. Присылайте мне. И практикуйте, занимайтесь. Обнимаю. Продолжение следует...